Нельзя отдавать предпочтение одному ребенку над другими в вопросе подарка. Запрещается отдавать одним детям предпочтение над другими в дарении. Дети здесь, конечно, имеются в виду и мальчики, и девочки, то есть и мужского пола дети, и женского пола. Что имеется в виду здесь под подарком, под дарением? То есть всякая вещь, которая является просто чистым актом дарения со стороны родителей, то есть как благотворительность со стороны родителей, то есть сюда не относятся нафаха. Нафаха, то есть обязательное обеспечение детей. Обязательное обеспечение. А все, что сверхобязательное обеспечение, то, что чисто от себя дает отец или дает мать, хорошо, ребенку, то здесь обязательно должно быть, что все одинаково. Здесь должно быть одинаково. Здесь среди улема есть разногласия. А что значит здесь справедливость в дарении? То есть если ты, например, сыну дал 100 долларов, означает ли это, что ты дочери тоже должен дать 100 долларов? Это будет считаться справедливым. Или дать им так, как распределил Аллах, Субхану Ва Тааля, в вопросе наследства. Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал ли, Зекари мислюхавзль унсайейн. Ребенку мужского пола доля в два раза превышающая долю женщины. То есть доля равная доле двух девочек, дочерей. Или вот так, как в наследстве Аллах, Субхану Ва Тааля распределил, так следует давать. Как правильно? Что будет справедливым? Это значит, что в этом случае, если дал он сыну 100, значит даст дочери сколько? 50. Хорошо? Вот это второе мнение, оно более правильное. Хорошо? Оно более правильное. Почему? Потому что нет деления более справедливого, чем деления Аллаха, Субхану Ва Тааля. Он который распределил таким образом. Поэтому если человек дал каждому то, в чем он нуждается, а после этого уже как подарок, как благотворительность от себя, дает что-то сверху, то тогда дочери он дает, если дает ей, предположим, один доллар, значит сыну дает два доллара. Это будет в данном случае справедливость. Хорошо? Если же так получилось, что родитель поступил несправедливо и отдал предпочтение одному сыну перед другим, одному ребенку перед другим. Что в таком случае? То есть дал одному что-то, другому не дал. Как быть тогда в таком случае? Значит нужно вот это вот предпочтение имущественное ликвидировать. То есть забрать обратно у того. Хорошо? То есть если он дал кому-то 100, а другим ничего не дал, 100 долларов одному дал, другим ничего не дал, значит должен забрать эти 100 долларов обратно. Или тогда каждому так же дать, что по 100 долларов. Или третий вариант. У тех других попросить разрешение на это. Если они разрешат, но при этом условия разрешат, не просто потому что они стесняются сказать нет, хорошо, а потому что действительно они так вот убеждены, хотя да, ему да и хорошо, то есть мы согласны, нет никакой ни обиды, ничего, ни из-за смущения перед отцом, ни из-за стеснительности, то в таком случае так же допускается. То есть у нас получается, что справедливость устанавливается тремя путями между этими. Первый путь – вернуть то, что дал одному и не дал другим. Хорошо? Это первый путь. Второй путь – дать другим то же самое, что дал первому. С учетом правила, какого ли, «Закари мисслю хавзэль он саейн», то есть мужчине две доли женщины. Хорошо? А третий путь – попросить что? Разрешение. Но с условием, что они разрешают, именно что, будучи убеждены в этом, согласны действительно, хорошо, а не из-за стеснительности. Даже предшественники асэльфу салих учитывали этот вопрос в такой вещи, как ласки, то есть в поцелуях. Если целовали кого-то из детей, то тогда целовали другого тоже. Для чего? Чтобы соблюсти эту справедливость, потому что сильно стремились к тому, чтобы быть справедливыми. Даже во взгляде. То есть не так, что на одного смотришь все время со злым взглядом, с раздражительностью, с гневом, а на другого все время с умилением, с любовью, хорошо, с лаской. Как ты к нему обращаешься просто? Радушие, твоя улыбка, вот должно быть это одинаково. Если, конечно, только ребенок не навлек действительно какой-то своим поведением, твой гнев, хорошо, то есть действительно ведет себя так, что нуждается в том, чтобы его наказать, поругать. Конечно, тут не скажешь, что да, ругай всех других, чтобы быть справедливым. Нет, кто сделал того, конечно. Но без причины, так что одного ты любишь и смотришь, на него умиляешься, на другого смотришь всегда с раздражительностью, и строго, и сердито. Нет, нельзя. Друзья, еще такой вопрос. Есть родители, дети которых, или кто-то из детей работает с ним, помогает ему в торговле, где-то на огороде, или где-то еще, хорошо, помогает ему на ферме, и он ему дает что-то больше, чем другим. Хорошо, ну вот он со мной работает, поэтому я ему буду давать больше, буду давать ему каждый месяц, еще там, или такой молодец, помощник, ему буду давать больше. Можно или нет? Нет, нельзя в данном случае. Почему? Потому что здесь ребенок, он помогает, или сын помогает, проявляя благочестие к своему отцу. Хорошо? То есть, оказывая благочестие своему отцу, стремясь к награде вечной жизни от Аллаха Субханного Та'аля, награда там больше, чем награда здесь. Потому что если бы люди знали, какая там награда, тогда бы ни за что не применяли ту награду на эту награду, скоротечную, которая здесь. Поэтому, давай, значит, все равно, если даришь, то всем даришь одинаково. Независимо от того, что он там с тобой работает, тебе помогает. Другое дело, если сын не хочет награды вечной жизни, он хочет здесь что-то иметь, и он работает с отцом, именно что за какую-то плату. Тогда другой вопрос. Тогда к нему относишься, как к любому наемному, рабочему, или компаньону. Договаривается, значит, тебе такая доля от дохода, предположим, или тебе зарплата каждый месяц будет такая за твою работу. Если же ребенок, мы сказали, это просто оказывает бескорыстную помощь от себя, своему отцу, ради Аллаха, тогда давать ему что-то и не давать другим нельзя. Это будет уже что? Проявлением несправедливости. А теперь такой вопрос. Если несколько детей у человека, он говорит, например, учите Кур'ан, и кто выучит, вот я тому дам вот столько-то, столько-то. И один выучил, он ему дал, другие вам тоже дам, но вот выучите это тоже вы. Хорошо? Без Кур'ана. Некоторые сделали, некоторые не сделали. Те, которые сделали, он дал. Другим, которые не сделали, не дал. В таком случае, в таком случае эти дети сами лишили себя этой награды. Хорошо? В таком случае это не будет являться несправедливостью. А так, что он кому-то открыл дверь, хорошо? Тот учит, он ему дает, а другие не открыли эту дверь. Учите, не учите, все равно нет. Хорошо? Не дам, тогда в таком случае это будет несправедливость. Хорошо? Или просто ему дал, потому что вот он учит, дал, а этим не сказал, если вы выучите, я вам тоже дам. Нет. Тогда будет это несправедливость. Рок Али-Исалатусам говорит, Боитесь Аллаха и проявляйте справедливость между вашими детьми.